Крупный скандал, связанный с Одесским припортовым заводом, разгорелся на этой неделе. Накануне в четверг, 14 июля, сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины были задержаны высокопоставленные чиновники. Первый заместитель главы правления «Нафтогаз» Украины, участник наблюдательного совета «Укрнафта», глава наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома, а также первый заместитель директора и первый заместитель главы правления ОПЗ Николай Щуриков. Обоим было предъявлено обвинение в организации коррупционной схемы и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Расследование фактов растраты средств ОПЗ началось еще 4 месяца назад, а уже минувший четверг начались первые задержания, причем сразу весьма высокопоставленных чиновников. По сообщению пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины, сегодня утром детективы совместно с сотрудниками специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили обыски по месту проживания первого заместителя главы правления «Нафтогаз» Украины, участника наблюдательного совета ПАД «Укрнафта», главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы. В это же время обыски проводились и у Николая Щурикова, первого заместителя директора и первого заместителя главы правления ОПЗ. По результатам обыска вышеуказанные чиновники были задержаны в качестве подозреваемых в организации крупной коррупционной схемы прострате государственных средств в особо крупных размерах во время закупки газа для ОПЗ. Коррупционная схема выглядела следующим образом. «Укрнафта», не имея лицензии на продажу газа, через посредников реализуют газ по договору о совместной деятельности. При содействии Переломы Щурикова в мае 2015 года фирмой-посредником стала «Энергоальянс». «Энергоальянс» закупка газа через указанную фирму осуществлялась по завышенным ценам. Как сообщают интернет-издания, сумма закупки за период май-декабрь 2015 года превышает 4 миллиарда гривен. При этом сумма убытков государства составила около 205 миллионов гривен. Тем временем в Соломинском райсуде города Киева уже начались судебные заседания по делу Сергея Переломы. Однако адвокаты последнего объявили отвод судей, поэтому заседание было перенесено. Своё мнение о происходящем высказал и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. В ходе брифинга на территории ОПЗ он заявил, что еще несколько месяцев назад он уже поднимал тему коррупции на Одесском припортовом заводе. Дело в том, что в последние годы, после обмайдана, последнего особенно, завода владела группа жуликов. И это был господин Перелома, который был главой наблюдательного совета, и господин Щуриков, который был первым заместителем директора этого завода. В результате государству и людям причинены кривнах и сотни миллионов долларов за последние годы ущерба прямой кражи денег, неправильных контрактов, откатов. Когда я подал, после этой истории, премьер-министр Яценюк на меня обрушился, и вы знаете знаменитую историю с Аваковым, когда Аваков прямо на меня напал на национальный ради реформ, из-за того, что я поднял вопрос коррупции на этом заводе. Сегодня национальное антикоррупционное бюро содержало Переломы и Щуриково, чем подлюдилось все то, что я говорил. Более того, Михаил Саакашвили заявил, что вся ситуация не была бы возможна, если бы не поддержка Перелома и Щурикова в высших эшелонах власти. Он бы не смог провести эту комбинацию с газом, если бы одновременно он не работал в правительственной ведомстве, связанной с газом и нефтью, и одновременно не был главой наблюдательного совета этого предприятия. То есть заранее те, кто его сюда назначал, а его назначил сюда премьер-министр Яценюк, прекрасно знали, зачем они его сюда присылали. Так вот, у меня сейчас главный вопрос. Этих двух застрельщиков посадили или посадят? Ну, они кто? Они никто. Они просто подставные лица. Щуриков до этого вообще был где-то в казино работал. Никакого отношения к этой отрасли он не имел. Почему он здесь оказался? Здесь оказался потому, что однозначно они были связаны, и эти все доходы шли в их парламентскую группу. По мнению Михаила Саакашвили, этот коррупционный скандал не повлияет на приватизацию завода. Напомним, что 18 июля в 18 часов заканчивается прием заявок для участия в конкурсных торгах. Начальная цена пакета акций – 13 миллиардов 175 миллионов гривен.